Сегодня современные глобальные и локальные вызовы и тренды развития Арктического региона, связанные с вопросами изменения климата, состояния окружающей среды, вопросами безопасности, а также повышение качества жизни жителей северных стран, требуют комплексных инновационных решений. Наш проект «Программные информационные технологии для Барен-Северо-Актического региона» реализуется несколько лет. Целью проекта является поиск и разработка инновационных IT-решений для преодоления общих вызовов стран-участниц проекта. И хотелось бы отметить, что проект объединяет в себе как академических партнеров, это университет этих стран, так и представителей бизнеса, ну и, несомненно, органы власти тех или иных стран территории. Таким образом, концепция «Живой лаборатории» объединяет потенциал науки, власти и бизнеса для решения конкретных задач с использованием прорывных информационных технологий. Ключевыми направлениями проекта являются развитие системы персональной идентификации крашен в системе государственных и муниципальных услуг, развитие умной системы управления отходами в северных городах, решение проблемы содержания зимних дорог в Баренцевом регионе, развитие IT-услуг в сфере оленеводства. Примером успешного взаимодействия проектной команды стала ежегодная международная онлайн-IT-школа, организованная на базе Северного Арктического Федерального Университета имени Ломоносова. В рамках интенсивного теоретического курса от ведущих российских и зарубежных экспертов IT-отрасли и практических занятий участники расширяют свои знания и совершенствуют навыки применения современных информационных технологий в различных сферах деятельности. Одним из форматов работы живой лаборатории является проведение студенческих хакатонов. В 2020 году был проведен международный онлайн-хакатон «Умные решения для Севера», который стал международной проектной площадкой трансфера информационных технологий. В течение 36 часов 13 команд из российских и зарубежных университетов решали задачи от компаний из России, Финляндии, Швеции и Норвегии в рамках тематических направлений проекта. В отличие от других хакатонов, у IT-фобирс, у них, как правило, не представляют проблему, что у нас есть проблема, допустим, с лесом, проблема с кем-то трогами, и придумайте, что вы можете вообще с этим делать. То есть, как бы там ставка идет даже больше не на разработку кода, код написания, а на осуществление идей, и того, как она будет продумана с какой-то экономической точки зрения, еще с чего-то. Но, возможно, в этом и преимущество IT-фобирс. Проведение тематических хакатонов и Международный день IT-карьеры также включены в программу ежегодного международного молодежного фестиваля информационных технологий IT-архангельск, который проходит на базе Северного Арктического федерального университета имени Ломоносова в декабре. Успешным опытом сотрудничества в рамках проекта стала организация виртуальных стажировок на базе вузов партнеров и бизнес-компаний. Это является уникальной возможностью для студентов приобрести опыт решения профессиональных задач в реальных условиях. Сначала проводится какой-то семинар, погружают в проблему, потом ребята пробуют решить сами на хакатоне, и потом компании или же университеты берут ребят на стажировку. На стажировке есть шанс или доработать проблему, посоветоваться с ведущими представителями индустрии, в нашем случае, от IT, как можно решить эту задачу. В прошлом году студенты высшей школы информационных технологий и автоматизированных систем САФУ заняли первое место в Хакатоне, после чего их пригласили пройти стажировку в IT-компании BETA Ассоциации Рософт. Даже, наверное, это дало не какие-то знания, а направление, в котором можно идти. То есть я посмотрел на реальную разработку, к тому же там в команде были люди, которые работают здесь с другой стороны, то есть это нужно было коммуницировать еще на английском языке. Там были люди, которые уже очень давно работают, всегда можно было спросить, увидеть какие-то новые, даже не то что способы, а методики, подходы, как можно подойти к проблеме, чтобы решить. Формат студенческих хакатонов и организации стажировок доказали свою эффективность как один из механизмов подготовки высококвалифицированных кадров для IT-отрасли. В качестве дальнейшей перспективы видится выход на студенческие стартапы по решению ключевых проблем Арктического региона и их реализацию на базе университетов или отраслевых компаниях.